бамсик бамсик друг мой как твои дела с тобой давай скоро новый год поэтому нужно участвовать в конкурсах но сейчас немного не об этом давай посмотрим что у нас есть у нас есть вот такой вот продукт под названием джем и давай разберемся с тобой с программой сегодня мы выберем победителя который у нас выиграл охуительный бокс от компании малайзиан табака мы его подарим кому-то и этот победитель будет чуть попозже также разыграем вот такой вот маленький боксик от компании джем ребята мне написали что готовы отправить любому кто выиграет поэтому давай смотреть с тобой вместе выпуска ты можешь сейчас уже подписаться и поставить лайк джем идет он вот в таких вот интересных красивых в баночках а баночки очень яркие сочные и очень очень крутые здесь у нас 5 6 7 10 вкусов 10 у нас есть кальян есть чашечка и мы сейчас собственно с тобой что-нибудь забьем смотри есть вкусы которые мне вообще не понравились просто вообще это у нас сладкий барбарис на самом деле просто я не знаю я его когда понюхал я понял что блять как мне это сейчас курить но курить мне надо я короче с горем пополам его покурил потому что вкус мне вообще не зашел он прям какой-то газированно кислый прям вот как барбарис к я их не очень люблю а дикая малина она прям пиздец тоже кислая по моему мнению и прям вот химозит ну не знаю как тебе это объяснить блять но мне кажется что химозит не в обиду производителю и манго маракуйя прям как будто максимально перенасыщен миллионами разных вкусов миллионами разных аромок манго и миллионами разных аромок маракуйя как будто миксолог пытался сотворить какое-то произведение но как обычно стало хуёво всем средние вкусы вот средние которые вроде бы как бы по кайфу а вроде бы и нет но курить прям можно но сразу тебя блять предупрежу это все сугубо субъективно ты же увидишь джем покупай пробуй это у нас вкус чилийский киви слишком травянистый и вот прям до моего любимого киви не дотягивает и арбузный рондо арбуз вот реально арбуз вот реально почти у всех производительный ну прям вот слабенький единственно есть пару исключений но не будем о них сейчас говорить и теперь вкусы от которых я нереально кайфанул это свежая фейхуа как ты знаешь дава можно спокойно ассоциировать с фейхуа потому что это мой любимый фрукт это мой любимый вкус а черничное печенье от джема на самом деле просто в рот выебала черничный чизкейк от компании daily hook вот просто выебала это охуительный вкус лесной орех не совсем то что мы привыкли курить когда курим лесной орех потому что здесь он прям с такой вот ореховой горчеватостью привод горченький горченький мне понравилось манга спелый охуительный прям как будто в таиланде блять вишневый сок представь блять ты сидишь у кого-то на дню на свадьбе на не очень интересном тебе мероприятие ты не бухаешь смотришь на накрытый стол и единственное что не выпили это вишневый сок ты его наливаешь медленно в бокал он начинает заполняться появляется такая бордовая пеночка и такой темно-темно бордовый холодненький ты его выпиваешь это джем вишневый сок и все да короче у нас есть топ-5 охуительных вкусов есть два но нормальных и три прям вообще неудачных вы как хотите ребятки но я вам буду сейчас рассказывать про его сырье про то как он ложится не ложится как он греется как он температуру держит и я конечно же забью себе черничное воскресенье блять черничное печенье баночки у нас 50 граммовые многие говорят что похожие на баночки табака наш но нет наш в сфере этот же более плоскодонный по консистенции табачный лист немного имеет красноватый оттенок совсем чуть-чуть прям вот темно красноватый а по фракции вроде все заебись он не пластилин а его наверное будет очень удобно укладывать а вот так вот прям вот ложим ну прям вот я не знаю прям красноватый да я вам конечно это не покажу но я это вижу с чем это связано я не знаю но боже мой аллах спаси охуительный вкус короче а думал достаточно будет укладывается он тоже легко не очень сильно сиропится во время забивочки но когда на него попадает температура . колбочку немного красит конечно если у тебя есть кетчеры и миласа киллеры миласа уловители и прочая залупень то тебя такой проблемы не ждет а кто же по олдскульту как есть то будьте готовы что колбочка покраситься божественно так 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 все то есть даже когда ты делаешь вулканчик ничто не прилипает все как есть так есть все очень здорово но как говорится не без минуса а минусы я тебе сейчас расскажу ты наверное уже знаешь что значит все эти хлопки а это значит что сейчас мы с тобой узнаем и возможно кто-то будешь именно ты кто выиграл тубус от компании малайзиан стик либо компании денджер и победитель 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 у нас вот этот вот комментарий и так решил великий и могучий рандом лиза он air бам 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 напиши мне пожалуйста в любую социальную сеть мы там с тобой спишемся так мы поставили уголечки наша чашечка греется и давать теперь немного в общем поговорим про мои в первое впечатление об этом продукте когда я его забил я был уверен что продукт ну как минимум годится для курения почему потому что у него красивые баночки у него прикольный маркетинг прикольные всякие упаковочки все остальное продукт акцизны имеет маркировочки хуировочки все как положено значит вроде должно быть все ok и значит тут я взрываю и понимаю что вот же тот самый минус на самом старте я начал ощущать немного неприятные вкусы то есть я как бы и так и так курил и всегда почти во всех вкусах нас почти во всех вкусах и на старте вот прям было немного неприятно чем это связано я к сожалению до сих пор не могу объяснить что как зачем и почему да такое ощущение но это в принципе надо прокурить либо немного перегреть этот момент и дальше будет все окей также по минусам конечно же это жаростойкость продукт вроде бы хороший но когда ты даешь немного максимальной температуры в надежде что ты откроешь его как положено даже возможно увидишь какие-то новые возможности продукта он тебе говорит ха салам алейкум я перегрелся тебе пизда вот так это наверное такие прямо одни из самых самых таких минусов в целом продукт вроде ок так что давайте я сейчас наверное его взорву а нет не взорву потому что в начале мы все это разыграем и успевай запоминать условия первое что нужно сделать подписаться на этот канал второе поставить лайк этому видео и включить уведомление третье проследи за тем чтобы когда я зайду на твой канал на ютубе я увидел такую вкладочку как подписки и смог в этих подписках увидеть себя нет вкладки нет меня нет бокса от компании джем и самое главное напиши комментарий что ты думаешь вообще про этот продукт от компании джем и в следующем видео я обязательно скажу вот так и покажу именно на тебя так что участвуй выполняй все условия они максимально простые успевать заработать себе на подарочек на новый год а теперь можно и взорвать ну так что первая тяга первая неудачная тяга потому что не очень приятно мне и вторая такая тяга а вот уже как будто блять знаете на продукте есть какой-то остаток производственных масел я не знаю как это объяснить и и вот как только вот и по блять короче сука 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 ты покупаешь новую плитку врубаешь и она начинает вонять маслами примерно вот то же самое но проходит минут пять и как бы все уже окей плитка охуительно греет и как же в этом табаке нет никаких привкусов я не мог до этого вам рассказать про крепость потому что про крепость нужно говорить тогда когда я это курю крепость примерно пятерочка четверочка но при этом не воздух а за счет аромки и плотности вкуса и конечно же чуть хоть и конечно же за счет того что это не чай блять а табак то как бы вполне годно для тех кто любит курить по утрам любит не сильно накуриваться либо пока еще не дошел до степени овера безбашенных кальянщиков кальянных любителей которые просто курят все подряд во время курения ты не столкнешься с какой-либо загвоздкой проблемой либо конечно же подводными камнями куря этот продукт потому что он сбалансированный он оптимизированный для курения и даже на тех же четырех углях но аккуратненько ты сможешь все спокойно покурить это в принципе все что касаемо продукции джем а самое главное этот продукт на полке стоит за 50 грамм угадай сколько ну угадай ну попробуй можешь написать в комментариях 150 рублей это розница рекомендованная розничная цена 150 рубасов а это значит что в закупе она еще дешевле поэтому если у тебя магазин то пиши ребятам с компании джем ссылочки внизу и обязательно заказывай себе этот продукт потому что продукт стоит своих денег это был до воды и конечно же подписывайся на все мои социальные сети а их всего две я тебя люблю пока пока